Далеко не во всех странах жители обладают счастливой возможностью наслаждаться качественной питьевой водой прямо из-под крана и в неограниченном количестве. А у жителей Таллина такая возможность есть, так что не стоит ею пренебрегать. С начала мая и примерно до середины октября, в зависимости от того, насколько теплой выдастся осень, можно набирать бутылку, кружку или термос, свежую чистую воду, не тратя деньги на покупную воду, не говоря уже о том, что таким образом мы в разы сокращаем потребление пластика. Если бы половина таллинских жителей не пользовалась бы бутилированной водой, то только за один день мы могли бы избежать затрат на производство, транспортировку и оборот около 225 тысяч пластиковых бутылок. О том, чтобы не беспокоиться насчет безопасности воды, позаботилась Таллина Веси. У нас 135 мест в городе Таллине, где мы два раза в месяц берем пробу. Пробу мы проверяем как на микробиологию, так и на химический состав. И в принципе можно сказать, что у нас стопроцентное соответствие. Если мы говорим о прошлом году, то у нас в течение года было примерно 10-12 проб, которые не соответствовали. В этом году все пробы до сегодняшнего момента соответствуют. В нынешнем году открыто около 40 общественных пунктов забора воды. И по сравнению с годом прошлым добавилось еще три крана с питьевой водой. Количество кранов постоянно растет и скоро их станет еще больше. Мы постоянно работаем вместе с городом Таллином. Мы думаем о том, где есть необходимость такого крана. Безусловно, нет необходимости в каждом дворе ставить этот кран. Но если есть места, где люди двигаются, это парки, это безусловно какие-то дорожки, на которых люди занимаются спортом, пляжи, то наша цель увеличить количество таких мест. Общественные краны с питьевой водой в Таллине нанесены на карту. Все краны имеют QR-код, отсканировав который, можно увидеть на карте и другие точки с доступной водой. Лена Таровская, Петр Илевайн, новости Таллина.